Надежда Аллилуева была замужем за Сталином целых 13 лет. Но это, как замечают многие, был несчастливый брак. Надежда даже вышла из него не самым хорошим образом, лишив себя жизни. Это только одна из версий, хоть и основная. Часто в том, что Аллилуевой не стала, винят Сталина в полной мере. Якобы он постарался, чтобы женщина оставила этот мир. Доказательств никаких нет. По слухам, Надежда оставила записку перед своим уходом, а Сталин, прочтя её, сжёг бумагу. Возможно, что этот документ был бы достоверным доказательством того, что Аллилуева по собственной воле ушла из жизни. А так говорить не о чем, можно только предполагать. Зато достоверно известно, что за 13 лет брака в семье накопилось довольно много проблем, касающихся отношений мужа и жены. Об этом можно и нужно рассказывать подробно. Нужно также отметить, что загадки в вопросе отношений Надежды Иосифа касаются и добрачного периода. С этого я и начну свой рассказ. Надежда Сергеевна Аллилуева росла в семье революционера из Баку. Родители старались дать своим детям хорошее образование и воспитание. С другой стороны, Наденька с малых лет знала, что такое революционная литература, кружки и собрания, находящиеся под запретом. Однажды Аллилуева даже патроны отцу носила. Сергей Аллилуев был человеком индейным, а еще радушным, как многие жители Кавказа. Однажды в дом к Аллилуевым приехал Иосиф Джогашвили. Ему негде было остановиться, поэтому Аллилуев приютил мужчину и товарища по идеям у себя. Надежде тогда было 15 лет. В доме жила еще старшая сестра Анна. Есть версия, что Сергей Аллилуев хотел отдать за Иосифа именно эту дочь, а не Надежду. Но Джогашвили нравилась младшая из девочек. Вообще, слухов на тему отношений Иосифа и Надежды очень много. Во-первых, часто говорят и пишут, что Сталина со своей второй и последней законной супругой сама судьба связала. Якобы однажды, когда Надя была совсем уж ребенком, она прогуливалась с родителями по побережью. Родители отвлеклись, девочка на что-то засмотрелась и упала в воду. И в этот момент к ребенку подбежал молодой Джогашвили, который спас девочку. Красивая история, которая может быть имела место на самом деле, но это сложно сказать. Вторая история менее красивая. Сестра Надежды Анна рассказывала, что Сталин плохо поступил с ее младшей сестрой. Якобы отец хотел, чтобы Сталин женился именно на Анне, но Джогашвили заинтересовала 15-летняя Надежда. Сталину тогда было чуть меньше 40 лет. Якобы Иосиф набросился на подростка и взял девочку силой. А когда Сергей Аллилуев предъявил вполне обоснованные и серьезные претензии, то Джогашвили якобы сказал, что готов жениться. После этого инцидент был исчерпан. Сторонницей этой версии была упомянута уже несколько раз Анна. Но дело в том, что женщина была предвзята, в этом нет сомнений. Ее супруг был репрессирован, сама Анна побывала в лагерях. Только после того, как женщина вернулась на свободу, она стала рассказывать плохое про Сталина. Можно принять к сведению, но нужно еще иметь в виду, что версию Анны никто особо никогда не разделял. Жизнь в браке была непростой. Часто Сталин ругался со своей женой, супруги скандалили. Сказывалась разница в возрасте, но Сталина и другие вещи раздражали. Например, Аллилуева выкала, общаясь с мужем. Так она была воспитана, не могла сказать тыть человеку, который был сильно ее старше. Надежда была дружна с Яковом Джогашвили, что тоже Иосифа Виссарионовича прилично раздражало. Но это были еще цветочки. Когда Аллилуева родила сына Василия, то ей захотелось учиться. Нормальное желание, но Сталин якобы запрещал этим заниматься супруге. По слухам, к решению проблемы пришлось подключаться двум авторитетным людям. Первый человек – это крестный Надежды Аллилуевой. Второй – сам Владимир Ильич Ленин, который якобы ругал Сталина за то, что он не дает обучаться свободной советской женщине. Аллилуева после этого смогла поступить во всесоюзную промышленную академию. Но это уже было после рождения дочери Светланы. Тогда-то Надежда узнала, что в стране проводится политика репрессий. С ее потока пропадали девушки и не возвращались. Их отправляли в лагеря. Аллилуева за это стала ненавидеть мужа. А еще за то, что Сталин покровительствовал балеринам, певицам и артисткам. Закончилось все в 1932 году. У Ворошиловых Сталин и Аллилуева присутствовали на праздновании годовщины революции. Там, по некоторым сведениям, Иосиф немного перебрал, обращался к жене Эй. А потом Аллилуева покончила с собой. По одной из версий, дело было не в Сталине, а в том, что Надежда регулярно испытывала очень сильные головные боли. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.